всем привет дорогие друзья сегодня я хочу предложить вам вот такой вот классный узор это двухцветный узор он отлично подойдет для кофточек свитеров кардиганов очень интересно красиво смотрится это его лицевая сторона и вот так узор смотрится по изнанке вязать его можно и поворотными рядами и по кругу вот так и зур будет смотреться при вязании снизу вверх так сверху вниз очень красиво такая вот структура у него вяжется он легко и просто раппорт узора состоит из двух петель плюс одна петля для симметрии при поворотном вязание и 4 ряда в высоту для вязания лучше всего выбрать пряжу контрастного цвета не знаю не помню какая-то у меня пряжа остатки это вот пехорка это вот какая-то китайская пряжа поэтому не скажу точно из какой пряжи вязала из остатков ну и сейчас я вам предлагаю его связать вместе со мной этот узор и для образца я набрала нечетное количество петель 19 петель так с учетом кромочных и один ряд мы провяжем просто резинкой один на один кромочную снимаем и вяжем резинкой один на один лицевая изнаночная то есть это такой установочный ряд можно сказать он в раппорт не входит поэтому про просто провяжем резинкой можно это не принципиально можно провязать любыми любым узором хоть изнаночными хоть лицевыми так провязали и теперь начинаем вязание с первого ряда так здесь я присоединяю ниточку контрастного цвета возьму вот такую вот яркую очень красиво на белом фоне смотрится так кромочную петлю снимаем дальше вяжем следующим образом 1 лицевая следующую петлю лицевую вяжем в петлю нижнего ряда вот на ряд ниже снова 1 лицевая и лицевая в петлю нижнего ряда вот сюда чередуем лицевая лицевая в петлю нижнего ряда и лицевая в петлю нижнего ряда 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 и в конце ряда лицевая и кромочная кромочную провязываем лицевой петлей чтобы здесь получался ровный край если вязать изнаночной то вот здесь вот эта сторона она получается сильно растянутая и потом если сшивать изделие детали то получается очень неровно и неудобно поэтому кромочную провязываем лицевой петлей так все изнаночные ряды то есть все четные ряды кромочную снимаем и вяжем изнаночными петлями 2 все четные ряды все петли изнаночные вяжем до конца ряда так провязали следующий ряд мы вяжем ниточкой снова белого цвета то есть чередуем ряд лицевой и изнаночной так теперь у нас узор он как бы располагается вот чередуется в шахматном порядке первый ряд мы начинали кромочная и с лицевой да то есть следующий ряд лицевой другой нитью мы начинаем с петли нижнего ряда и 1 лицевая в петлю нижнего ряда и обычно лицевая и так повторяем до конца ряда лицевая в петлю нижнего ряда и 1 лицевая здесь главное не перепутать если перепутаете то уже рисунок не получится такой он сбивается и не будет того результата так и в конце последняя петля симметрии тоже в петлю нижнего ряда как начинаем так и заканчиваем так и кромочную провязываем лицевой провязали следующий ряд вяжем изнаночными петлями до конца ряда все петли изнаночные так провязали вот мы провязали один рапорт нашего узора дальше узор повторяется с первого ряда то есть дальше мы берем ниточку контрастную и начинаем кромочная начинаем с одной лицевой так дальше идет петля нижнего ряда 1 лицевая для нижнего ряда и тут уже смотрите вот когда вы провяжите несколько рядов вы уже будете видеть где у нас просто лицевая где лицевая в петлю нижнего ряда вот эту петлю лицевую я провязываю вот здесь вот она видно да вот здесь уже вяжем в петлю нижнего ряда здесь у нас как бы не видно да вот этой вот галочки просто лицевая здесь в петлю нижнего ряда лицевая петлю нижнего ряда вот так ориентируемся чтобы не сбиться просто продержим несколько рядов и уже потом видно будет уже ориентир держать и уже не собьетесь ну и получается вот такой вот узорчик вот видите она идет дорожка бирюзовая розовая бирюзовая розовая вот такая вот красота в итоге получается очень красивый узор я надеюсь он вам понравится пишите свои комментарии ставьте класс если понравился узор всем пока и до встречи в новых видео